Добрый день! Вас приветствует компания Ленремонт. Меня зовут Илья. Я руководитель данного проекта по монтажу котельной в коммерческом помещении, а именно склад 450 квадратных метров. И сейчас я расскажу вам о той котельной, которую мы построили более подробно. Мы находимся в помещении котельной. Котельная у нас электрическая, представляет из себя два электрических котла. Такое решение было продиктовано себестоимостью котлов. Суммарная мощность 72 киловатта вышла в два раза дешевле, нежели стоял бы один мощный котел. Была поставлена задача обогреть складское помещение площадью 450 квадратных метров. Соответственно, было принято вот такое решение. Один работает на нагреве, второй на подогреве, ну и в качестве резервного. То есть в любой момент можно один котел отключить, отремонтировать, если он вышел из строя, либо вообще поменять. И система при этом будет работать не на полную мощность, но для поддержания тепла этого будет достаточно. Сложность при обогреве данного складского комплекса заключалась в том, что отсутствуют источники газа. Поэтому газовая котельная сразу отпала, как вариант решения. Ну и других видов топлива, кроме как электричества, здесь в принципе не наблюдается. Поэтому пришли к такому компромиссному решению. Первое, что котельная будет электрическая, а второе, разбили ее на два параллельных котла. Польский котел Коспел достаточно удобный, интуитивно понятный интерфейс. Здесь можем считывать на нем все данные температура, установленная, либо фактическая расход теплоносителя литров в минуту, давление в системе. И также используемое количество электричества на данный момент 25 киловатт. Также выбор данных котлов был обусловлен тем, что они не имеют внутри расширительного бака группы безопасности. Все это вынесено за пределы котла. И в случае протечки того же расширительного бака нам не придется менять котел целиком, либо ремонтировать. Все это оборудование у нас находится за пределами котла. У нас установлен циркуляционный насос для системы отопления фирмы GEMIX, модель 5010. Также установлен фильтр грубой очистки, спускные краны, байпас и отсечные краны для того, чтобы можно было произвести ремонт, обслуживание данного насоса, прочистку фильтра. Все скомпоновано максимально компактно и без дополнительных каких-то материалов. Кто-то может сказать, что фильтр стоит неудобно. В принципе, мы его снимали уже, прочищали, проводили обслуживание. Все достаточно компактно. Значит, выбор данного насоса был обусловлен тем, что у нас достаточно высокая кровля, порядка 7 метров, высота подъема труб итоговая. И достаточно большая протяженность данных труб. И, соответственно, насосы, которые находятся в котлах, не обеспечат нам полной циркуляции всего объема теплоносителя. Также у нас установлены два термометра на подаче и на обратке. На обратке показывает сейчас 40 градусов, на подаче порядка 45. То есть перепад температур составляет всего лишь 5 градусов. Это достаточно хороший показатель. Это значит, что помещение полностью нагрето и не происходит теплоотдачи в данный момент. У нас подпитка холодной воды в систему обратного трубопровода. Установлен отсекающий кран, фильтр грубоочистки и подпиточный клапан фирмы Валтек. То есть с редуктором давления мы можем выставить необходимое нам давление, и оно будет поддерживаться автоматически. В принципе, все отопительное оборудование мы можем разбить на отдельные модули и устанавливать их по отдельности. Но иногда выгоднее установить готовое заводское какое-то уже скомпонованное решение, которое сэкономит заказчику деньги, нам время по монтажу, а также сократит используемую площадь. В данной котельной мы наблюдаем установленный распределительный щит с трехфазным счетчиком на 100 ампер. Сделано это силами другого подрядчика, которые немножко, может быть, поленились или не хватило у них запчастей, чтобы сделать это более как-то красиво и аккуратно. Мы не допускаем в своей работе таких нюансов. Поэтому рекомендую заказывать котельную полностью под ключ, где у вас один подрядчик отвечает за все виды работ и несет за это полную ответственность. Если вы обращаетесь в компанию Ленремонт и заказываете выезд специалиста для составления сметы, то по итогу вы получаете рабочую смету, погрешность которой не будет составлять более 10%. И не получится такая история, как очень часто бывает. Подходит время расчета с исполнителем, и смета почему-то возрастает в полтора-два раза. У нас такая схема не используется. Благодаря тому, что наши специалисты имеют многолетний опыт, и в принципе все виды работ унифицированы, все сметы составляются более-менее одинаково, так как смета является типовым документом, но в то же время в ней учитываются все пожелания заказчика. Если вы заказчик, и вы принимаете работу по монтажу котельной, то обратите внимание на такие моменты, как маркировка всех труб, кранов шаровых, чтобы было понимание, какой кран за что отвечает. Также нужно обратить внимание на отсутствие протечек, каких-то механических повреждений оборудования, например, вмятина на расширительном баке. После запуска данной котельной мы не бросили заказчика один на один с этим оборудованием, а провели полностью пусконаладочные работы по всему складскому помещению, что не входило ни в стоимость работ, никаких-то устных договоренностей не было, но мы ему просто по-человечески помогли. Запустили систему отопления в работу, устранили протечки предыдущих исполнителей, которые повылазили. Также продули систему, потому что половина радиаторов была забита. Промыли, продули, запустили. Заказчик остался очень доволен, потому что во всех помещениях теперь стало тепло, нет протечек и люди работают в комфортных условиях. Обращайтесь в компанию Ленремонт, только у нас вы получите 2 года гарантии, бесплатный выезд специалиста на диагностику, хорошее настроение и самых лучших мастеров в городе. Продолжение следует...